Эпопея с оформлением льгот на проезд продолжается. На этот раз объектом внимания кировчан стал пенсионный фонд. Многим льготникам нужна справка о размере пенсии. И кому-то пришлось стоять в очередях. Какова сегодня ситуация, выяснил Михаил Конышев. Напомним, что с 1 марта вступает в силу новое правило льготного проезда на городском и пригородном транспорте. Поэтому большинство пенсионеров поспешили оформить льготы на проезд. В управлениях соцзащиты образовались очереди. Вдобавок ко всему, пенсионеры начали атаковать пенсионный фонд, чтобы получить справки о размере пенсии. А откуда я узнала? Я узнала то, что газеты читают. Вы тоже за справкой пришли? Да. А откуда вы узнали? Из газеты. Откуда узнали? Из газеты. Действительно, в конце прошлой недели в одном из печатных СМИ появилась информация о том, что для оформления льготы на проезд необходима справка о размере пенсии и взять ее нужно в пенсионном фонде. Оказалось, что это не так. Мы уже давали комментарии и у себя вывесили объявление о том, что такая справка не нужна за обращением о предоставлении данной льготы, поскольку данная информация ежемесячно передается в Департамент социального развития населения. Дезинформация в очередной раз накалила ситуацию с оформлением льготы на проезд. И опровержение не вернет испорченное настроение, потраченное зря время и средства на проезд, которые так важны для пенсионеров. Да, меня дезинформировали. Чего же они такое сообщают? Справка такая не нужна. Тогда не надо писать? Не надо писать. Зачем? Народ-то вести. Только я, наверное, буду сохранить. Сотрудники пенсионного фонда еще раз напомнили, что в случае, когда подобная справка действительно нужна для оформления других видов льгот, ее можно предварительно заказать, позвонив в регистратуру пенсионного фонда. Михаил Кунышев, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.